МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Это очень тяжелый вопрос. Непростое решение. Депутаты обсудили, насколько вырастут коммунальные тарифы в следующем году. Как решить проблему с трубами в садоводческом товариществе? Очередное обращение в рубрику Городской дозор. Обсуждали участников очень жестко, критично, построчно. Русский Гоффман-2020. Саровчанка стала лауреатом международного конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. На 7,2% вырастут коммунальные тарифы с июля следующего года. Это решение оказалось непростым для депутатов нового созыва. Обсуждали тарифы долго. И даже перенесли вопрос на отдельное заседание Думы. Почему увеличение квартплаты не избежать? Расскажем далее. На 300 рублей больше с июля следующего года придется платить за квартиру 33 квадратных метра, если в ней проживают трое. Тарифы на коммуналку увеличатся на 7,2%. Этот рост складывается из 4% ежегодной индексации квартплаты, плюс увеличенный шаг роста для тарифов на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и отопление. Одно из оснований для повышения платежей выше уровня инфляции – инвестиционная программа теплосетевой компании «Сарова». Повышение данного тарифа, предельного, до 7,2%, оно также дает возможность запуску программы, инвест-программы обеспечения рефиации нефт по замене труб, которые обеспечивают тепло, которое у нас с 1963 года до сих пор еще установлено и полный капитальный ремонт не проводился. Второе обоснование повышения тарифа на шаг, превышающий индекс по Нижегородской области – проект концессии Горводоканала, который депутаты прошлого созыва обсуждали более полутора лет. Новички в этом обсуждении не участвовали, но им тоже придется брать ответственность за принятое решение. Когда я сейчас смотрю внимательно условия консессионного соглашения, я понимаю, что в нем недостаточно сбалансированы интересы города, интересы жителей и интересы концессионеров. Но есть дана другая чаша весов, на которой находятся действительно те проблемы, которые мы сегодня имеем с сетями. Действия консессионера после заключения консессионного соглашения попадут под строгий контроль. Частник не сможет на свое усмотрение перекраивать тарифную сетку или объем выполняемых работ по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Будет создана комиссия, которая должна со стороны экономической группы, со стороны производственников, должна контролировать выполнение объемов заявленных консессионеров. И также второе, что это возможность расторгнуть условия консессионного соглашения в случае неполного выполнения условий предусмотренных консессионного соглашения. Депутаты большинством голосов поддержали обращение к губернатору о повышении коммунальных тарифов на 7,2%, но при этом предложили расширить состав комиссии контролирующие консессионеры и включить в нее, например, представителей общественных организаций и СМИ. По мнению народных избранников, это поможет сделать выполнение консессионных обязательств максимально прозрачным и понятным для горожан. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Российские власти не собираются вводить режим нерабочих недель, как это было весной. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. Один из собеседников издания заявил, что это исключено. Он пояснил, что президент Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна. Все решения по конкретным мерам борьбы с коронавирусом отданы на откуп региона, пояснил другой федеральный чиновник. Нигде в России ситуация не требует введения локдауна. Ранее об отсутствии необходимости в новых ограничениях заявили вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РБК, что подобных планов у властей пока нет. Между тем, зарубежные страны начали вводить повторный локдаун. 25 сентября все закрыли в Израиле. 20 октября выходить из дома запретили в Ирландии. Число заражений зарубежом бьет рекорды. В России также больных с каждым днем все больше. За минувшие сутки в нашей стране выявили 16 319 новых больных. Из них в Нижегородской области 366 человек. В Сарове зафиксировано еще 16 случаев. Депутат Госдумы от партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что именно отдыхающие за рубежом граждане привезли коронавирус в нашу страну и вызвали подъем заболеваемости. Парламентарий предложил запретить выезд из России в туристических целях. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, согласны ли они с этой инициативой. Более 71% выбрали вариант «да». Против выступает почти 20%. Безразличны к этому вопросу 9%. Ужесточают ограничительные меры и в Испании. Например, тех, кто выходит из дома без маски, штрафуют на 100 евро. Вторая волна пандемии коронавируса в стране уже привела к росту очередей в банке продовольствия. О том, как испанцы соблюдают защитные меры и как развивается ситуация в стране, мы поговорили с жительницей валенсийской автономии, бывшей саровчанкой Светланой Лобановой. В Мадриде введен режим чрезвычайного положения. Центральное правительство добилось этого через суд, так как во время осеннего подъема заболеваний власти Испании передали контроль над ситуацией в автономиях местным чиновникам. В Мадриде ввели двухнедельную самоизоляцию. Ограничение уже лишили тысячи людей заработка, и они вынуждены обращаться за помощью к ассоциациям соседей. Эти неправительственные организации занимаются раздачей еды. Здесь самоизоляция – это просто полный запрет выхода на улицу. То есть можно выгулять собаку, можно сходить в банк, можно сходить в больницу, разумеется, и в продуктовый магазин. Все, больше никуда. То есть все предприятия остановлены, ничего не работает. Что касается ответственности испанцев по соблюдению ограничительных мер, то не все относятся к ним серьезно. Хотя улицы городов заметно опустили. Старшее поколение опасается за свое здоровье, соблюдает социальную дистанцию и дезинфицирует руки. На улицах не так много их встретишь, просто в силу того, что они боятся выходить, чтобы не заразиться, сидят дома. То есть отношение такое ответственное. Что нельзя сказать о молодежи? Молодежи плевать на все. То есть они, несмотря на запрет власти, собираются по ночам, распивают спиртное. За соблюдением защитных мер строго следят. В Испании из-за роста числа заболевших коронавирусом на 15 дней закрыли бары, кафе и рестораны. Работать они будут на вынос, как это было во время весенних ограничений. Штраф за отсутствие маски в среднем 100 евро. Но первый раз, как правило, не штрафуют, а предупреждают. Но если ты попадешь на второй раз, то уже пощады, что называется, не будет. 100 евро. Если ты, несмотря на то, что тебе сделали замечание, ты не одел маску, то есть ты категорически отказываешься одевать ее, это уже рассматривается как сопротивление властям. И там штраф, по-моему, от 300 евро и выше. В Испании по последним данным зафиксировано более миллиона случаев заражения COVID-19. В рейтинге стран она находится на пятом месте. Скончались около 34 тысяч человек. Полностью выздоровели 150 тысяч испанцев. Килиан Грецкого, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. 14 ноября открывают прямые авиарейсы из аэропорта Средино в Симферополь и обратно. Перелет из Нижнего Новгорода займет 2 часа 45 минут. Рейсы будет выполнять компания Nordwind на лайнерах Boeing 737. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Просещать органы соцзащиты и пенсионный фонд для подачи заявлений на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей. Это будет возможно сделать до 1 марта 2021 года. Такой законопроект Совет Госдумы поставил в повестку на 21 октября. Проект депутаты собираются принять в первом чтении и в целом, уточнил журналистам по итогам заседания первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Он напомнил, что упрощенный порядок действовал до 1 октября. Законопроект коснется получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. До введения упрощенного порядка на фоне пандемии коронавируса, они были обязаны подавать заявление о назначении выплат на новый срок и извещать органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальные органы ПФР о смене места жительства. Завершились городские соревнования среди дошкольных учреждений «Зорничка-2020». В турнире приняли участие 36 команд из 18 детских садов. В этом году «Зорничка» прошла в непривычном формате, на свежем воздухе с минимальным количеством сторонних лиц. Команда победителей получит дипломы Департамента образования. В Орехово-Зуеве прошли всероссийские рейтинговые соревнования по бадминтону «Октябрины». В них приняли участие члены сборной Сарова по бадминтону. Арсений Кудашкин, воспитанник молодежного центра, занял второе место в одиночном разряде. В связи с ухудшением эпид-обстановки выписывать льготные рецепты будут дистанционно, строго по записи через регистратуру поликлиники номер 2 по телефону 95262 и 95577 с 7 до 18.00. Пациентам, прикрепленным к первой поликлинике, нужно обратиться в кабинет до врачебного приема. Фельдшера, медсестры кабинета до врачебного, проверяют, связываются с лечащим врачом, проверяют по медицинской документации подтверждение заявленных лекарств, о том, что действительно эти лекарства показаны пациенту, и врач подтверждает, что ему можно продолжить выписку. Значит, оформляются эти рецепты, и затем они передаются более молодым родственникам или волонтерам, которые могут доставить их пациенту. Рецепты нужно забирать в аптеке поликлиники номер 1 через день от даты записи после 16 часов. Водосточная труба мешает открыть калитку. Проблемы у дачников садоводческого товарищества «Красная звезда» начались еще летом. Во время ремонта сетей рабочие проложили трубы над землей, перекрыв тем самым доступ на некоторые участки. Проблему обещали оперативно решить, но с тех пор ничего не изменилось. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Вот открываем. Дальше все. Тут мешает труба. Если еще вторую половину открыть, вообще не будет еще так. Ну, и чего тут? Полностью открыть ворота на дачном участке Нина Михайловна не может. В конце лета в садоводческом товариществе обновили и проложили коммуникации так, что труба стала препятствием на выходе из дома. Пенсионерка уже обращалась в рубрику «Городской дозор», чтобы достучаться до председателя. Валентин Шестаков пообещал, что скоро проблему пенсионерки решит. Спустя месяц после выхода нашего сюжета трубу в одном месте перепаяли, а в другом оставили, как было. По словам пенсионерки, для того, чтобы ворота снова открывались полностью, достаточно закопать трубу. Она просядет и не будет мешать. Жительница несколько раз связывалась с председателем. Валентин Шестаков предложил Нине Михайловне устранить проблему самостоятельно. А вы что, не закопали ее? Я говорю, а кто должен копать-то? Ну, вы муж? Я говорю, а у меня мужа нету. Ну, и что же к вам кто-то ходит на город? Вот пусть копают. Ну, что это за ответ? Это какой-то, я считаю, это хамство какое-то. Получить комментарий от Валентина Шестакова нам не удалось. Если председатель так и не примет меры, пенсионерка планирует обращаться в суд. Предысторию проблемы с трубой можно посмотреть в сюжете «Конфликт в красной звезде» на нашем канале в Ютьюбе. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Мария Затонская стала луреатом премии «Русский Гофман-2020» в номинации «Поэзия». Саровчанка завоевала третье место. Финал пятого международного фестиваля конкурса прошел в Калининграде. Хоркомитет русского Гофмана получил стихи, прозаические произведения, фантазийную прозу, эссе и публицистические работы из 22 стран мира. Подробности далее. Это просто лошади и человек, смотрящий на дальний лесок. Тонкая ветка над ним, дымок папироски. Уйдет он, качнется пейзаж, как лодка. Вниз, вверх и встанет на место. Ветка, лесок, снег, следы ног. Стихотворение фотографии из книги «Дом с птицами» Мария Затонская написала в начале года. С сентября она отправила его в авторской подборке на пятый литературный конкурс «Русский Гофман». Жюри высоко оценила самобытность и ритмику стихов Марии. Саровчанка стала лауреатом третьей степени в номинации «Поэзия». Неделю участники из 22 стран мира читали свои произведения в библиотеках Калининграда. Посещали мастер-классы и творческие встречи с известными писателями, поэтами, журналистами и литературоведами. Гуляли по городу. Кроме стихов Мария пишет прозу. И на фестивале она узнала много полезного о работе с художественным текстом. Обсуждали участников очень жестко, критично, построчно. Представляете, разбирать рассказ построчно. Самое актуальное, что запомнилось, у большинства прозаиков такой недостаток – это притяжательные местоимения. Очень много было моментов, которые повторяются у многих участников, и которые несложно исключить, и можно и самой применять. И в поэзии – это тоже работы. Мария всегда находится в творческом поиске. За последний год стихи автора стали динамичнее. Появилось больше ритмических произведений, чем свободных. Саровчанка с нетерпением ждет весны, чтобы поехать на форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, где снова будет возможность получить оценку своей работы и новый опыт. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!